всем привет друзья на связи hookah place tv ровно за день до фестиваля мы собрали всю нашу большую семью в одном месте несмотря на тяжелые и нестабильные времена наша сеть растет и пополняется крутыми людьми и сегодня мы покажем кто открывает и развивает проекты под брендом hookah place и hookah market мы на встрече франшизе присаживайся поудобнее мы начинаем ребят я вас приветствую расскажите сколько лет вашему hookah market и как его встречали в городе какие реакции были у людей приветствую hookah market у нашему уже почти три года встречали его обалденно мы сами были фанаты курения поняли что у нас в регионе недостаточно высокий уровень именно в маркетах и открыли с позитивом и магазин взорвал сразу мы с первого месяца вышли в плюс и очень много месяцев росли 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 сейчас на такое плато вышли все замечательно открыли второй магазин хотели 3 открыть и решили открыть place дела идут хорошо в этом году будет пять лет в августе все идет хорошо как как и ожидали нету ли мыслей расширяться открывать новый проект но по сути то заведение которое сейчас есть она уже второе первое было открыто в пятнадцатом году еще но она устарела устала там были проблемы с арендатором и поэтому пришлось переехать но это способствовало открытию более качественной концепции заведения на самом деле насколько я знаю год назад у вас открылся новый проект в кб чем он отличается от первого проекта почему пришла мысль расширяться первая hookah на максимально аутентичном формате то есть там безалкогольный бар там только кальяны там жесткий андеграунд там по максимум френдли формата и от гостей ну был большой запрос есть определенная аудитория контингент который хотят комплекс на все получать им они очень просили кухню они очень просили алкогольный бар и мы сделали отдельный проект с полноценным баром с полноценной кухней подтянули профессионалов своего дела как на бар так и на кухню и открыли собственно этот проект касаемых маркетов на самом деле все хорошо мы постепенно как уже не постепенно вернее мы уже обогнали парамаркет по продажам да то есть нас к достаточно кайфового оборотка сейчас еще разве хотим развивать не только я расстал соответственно еще и регион то есть они за не надо забывать про наших соседей до которые на нашем регионе живут соответственно ездим тоже к ним узнаем как у них дела соответственно поставляем им интересующие новинки расскажи пожалуйста как обстановка в сочи я насколько знаю у вас там два заведения у нас как раз есть хука блес лагуна она находится прямо в центр адлер на оборот и в мире тинки но как очень приятная локация сейчас у нас очень очень очень-очень хорошо очень много туристы и как раз и слава богу что они один из такими но как очень много бренд у нас сочи но хука блес всегда это хука блес и у нас есть новое заведение именно в красная поляна красная поляна рядом казино это называется хука блес берлогу так-то она брама зимний курорт и как раз потому что красная поляна если вы понимаете что все едут туда просто катается и вот и если будете зимой то обязательно туда зайдите там реально такая место что просто можно уже покатается офигенно и просто приходишь берлогу и чистый лаунж и брамы она прям строй на ли это и очень очень классно макс привет у нас для тебя пару вопросов мы уверены что лучше тебя на них никто не ответит первый вопрос заключается в том какая по счету эта встреча франшизников второй вопрос для чего это вообще делается это у нас по счету по моему даю уже седьмая встреча франшизы то есть ежегодно мы собираем всех франчизе хука плейс и хука маркет на какой-то площадке на данных встречах рассказываем ребятам о тенденциях рынка о наших собственных новинках и новинках наших партнеров в этом году у нас получилось сделать моно брендовую встречу франшизы которая базировалась полностью на наших продуктах мы представили первые дэос именно своим франчизе вот мы представили лью это кордела наши новые тоже как бы все коктейли все напитки на это мероприятие на них вот и в целом показали свой новый кальян показали какие мы теперь новые классные какие новые проекты открываются по стране да и по миру собственно и попутно отвечая на все вопросы как ты думаешь почему в столь сложные нестабильные времена количество хука плейс фука маркетов только растет в чем секрет а это вы вы что за сми какой канал представляете мы представляем канал хука плейс тв ты должен его знать а это вот камера у вас там да все понял ну что ж вопрос почему растет потому что мы сделали много лет назад то есть 9 лет в августе 2013 года ставку на долгосрочное качественное развитие ядра кальянной аудитории есть какие другие сети куда люди ходят просто потому что там есть бар там есть еда там есть караоке приставки что-то еще и кальян и вдруг эта сеть меняет название закрывается переезжает люди просто будут ходить в то в другое заведение которое более удобно и так далее хука плейс все-таки изначально строилась как именно кальянная сеть ядром лояльной аудитории кто действительно любит кальяны а уже потом там возникает музыка где-то появляется алкоголь где-то кухня приставки так далее все это неважно первый проект хука плейс открылся там не было ничего там были только кальяны там даже чай было ну алды помню так сказать в пакетиках сам себе завариваешь то есть идея изначально всей сети строилась через кальян а вот многие другие сети их аудитория для них поход в кальянную это альтернатива между баром клубом чем-то еще то есть это вариант досуга но они могут выбрать что другое и соответственно те же девочки которые ходили когда-то там какую-то кальянную сетку и там проводили время сегодня могут пойти в какой-то модный бар и там курить свои девайсы почему ну потому что они не кальянная аудитория они просто там проводили время вот поэтому когда многие закрываются за последние два года вот и была презентация 20 новых заведений открыто 14 стадии ремонта запуска международные проекты стамбул пара кальянных открыто сейчас дубай строим ну то есть как бы вот поэтому я знаю вы открываете хуку почему приняли такое решение в достаточно сложное время расскажи вот коротко об этом ну хука place это показатель мышления уровня на мой взгляд и в нашем регионе не было никогда хука place и опять же как и с хука маркетом у нас уровень кальянных к сожалению да там не очень высок приняли такое решение просто уже выросли до такого уровня что необходимо открывать стараемся сейчас все силы в это вкладываем очень сложный проект хочется открыть так чтобы это было сногсшибательно по россии как бы не не то что вот конкретно в нашем городе прикольное заведение именно чтобы по россии это выстрелило как сейчас обстоят дела и как обстояли дела год назад насколько было сложно адаптироваться под реалии новые слушай а сложности какие в плане то что был карантин или да с точки зрения финансовые сложности моральные слушай ну вот прям каких-то глобальных таких сложности когда мы думали что нет мы там не откроемся или там у нас очень мало гостей надо закрываться и что-то придумать такого не было то есть мы всегда если делал если делаешь делай нормально мы делали нормально поэтому у нас проблем не было гости знают нас городе и аудитория своя она была всегда и с открытием то есть мы не первый раз сталкиваемся с стройкой заведения для нас было в целом все понятно и все прошло достаточно гладкой артур это очень интересная и скромная личность которая развивается в разных направлениях расскажи где ты ищешь силы и вдохновения что главное ну в первую очередь наверное здесь находясь в семье hookah place hookah market когда ты видишь кучу новых проектов и тебя немножко поджигает это ты хочешь сделать не хуже или может быть лучше поэтому наверное основное это вот вдохновление которое приходит от людей с кем мы ну связаны восемь лет ну и плюс много людей с которыми мы знакомимся на фестивалях не знаю что интерес всегда было почему ты не ищешь оправдания а просто берешь и делаешь круто и качественно наверное такая природа наверное просто привык не ждать от кого-то помню помощи или совета а попробовать на собственном опыте сделать что-то интересное что-то может быть более высокое что-то наполненное глубокое как-то так я хотел вам сказать что у нас конечно вот за воскликовидной ситуации был очень тяжело они даже у нас на эмеретинке сделали так что мы но мы убрали слово hookah потому что типа не разрешено но мы слава богу потому что люди именно знает даже наш знак просто знает если они уже на эмеретинку то увидит знак hookah place то это значит hookah place и я даже скажу так что есть брома люди как только именно прилетит в сочи и меня лично бишь даже хасами сегодня будем у тебя в 9 часов забрали нам стол мы придем это не банта ребята ничего это правда так и есть и слава богу как-то hookah place это hookah place как я сказал люди бромя из аэроборта уже если в адлер то точно к нам в hookah place лагунов или hookah place адлер они оба офигенные оба классные места расскажи про новый подход к к проектам и в чем он изменился возможно и какие бюджеты теперь в целом за последние несколько лет концепция взаимодействия с потенциальными франчези и в целом взаимодействие с сетью hookah place у нас полностью поменялось и сейчас мы ушли от каких-то базовых решений в заведениях мы наоборот даем свободу творчество сделать каждый проект индивидуальный стильный абсолютно не неповторимый другими там сетями и другими собственно hookah place именно для того чтобы создать некую некое свое утп до в кальянной индустрии вот то есть если мы говорим про маркеты до маркеты они все достаточно типовые с типовой выкладкой и визуальным до составляющим вот но hookah place это все-таки не фастфуд да и хочется делать классные лаунжи у нас есть две базовые составляющие каждого проекта это наш фирменный крест и неоновая надпись да красная вот это обязательно должно присутствовать в каждом проекте сети но обыграть это каждый может по-своему расскажи про фидбэк продал с вот какой фидбэк уже получили среди франшизников и какие ближайшие планы вообще в целом честно скажу для меня это очень важный шаг по многим причинам и с точки зрения бизнеса и с точки зрения того насколько это сложная тема то есть ее нельзя попробовать типа попробуем создать производство попробуем выпустить свой продукт нет это слишком все серьезно слишком дорого слишком масштабно слишком большая в том числе моя репутация стоит на кону потому что все таки я думаю что у меня репутация достаточно позитивная в том смысле что люди мои зрители верят мне плюс у меня сеть кальяных и ответственность за них 200 франшизных заведений 200 плюс там до соответственно если я это несу что это хорошо окажется что это плохо я подставлю этих людей пока пока фидбэк супер хороший все уже подходит обсуждать дистрибьюции так далее но я это серьезно как-то пока не готова я пока еще в состоянии вот этого запуска в состоянии завтра фестиваля и так далее через пару недель пойму да вы сегодня одни из первых попробовали наш новый продукт от стиху к place deus какие у вас впечатления по ароматике на мой взгляд ну то что мы сейчас покурили не гипер ярко точно не перри аромлена я бы хотел соло отдельно дома где-нибудь покурить спокойно хотелось бы вот на данный момент чуть чуть больше аромки даже про крепость да раз мы позиционируем это как крепкий продукт на мой взгляд крепость великолепно плавность невероятная вот то что я люблю не люблю когда бьет по горло не люблю когда душит этого нет слава богу и крепость накатывающая это новая такая тенденция так понял на рынке сделать крепкий продукт который курится как средний при этом крепатура приходит вот так что в целом я очень на него возлагаю надежду цена качество перспективы гигантские что вот в особенности моей жене понравилось очень да потому что ну мы приверженцы крепко на самом деле кальяна потому что нужно чувствует то что ты куришь и с 15 года мы курим танжерс и по сути но продукт удивил потому что то сочетание ароматики и крепости тот баланс который соблюдается должен соблюдаться в кальян табаке достичь на самом деле сложно но какой-то опыт и есть до курим не один кальян в день и продукт удивил данный момент потребление крепких табаков составляет более половины от всего объема использованного табака и вот сейчас вот дэвус на самом деле очень интересный да и мы будем пытаться продвигать потому что нам самим это понравилось да покурив вот уже пару трекучаж в принципе уже становится понятно что к чему я понял крепость продукта то есть поначалу показал чем-то таким мягким как будто курю дали хука но я думаю большинство наверно тогда скорее всего а вот спустя там вот минут наверное 5-7 да то есть когда начинаешь его активно курить он уже начинаете потихонечку так расслаблять или причем достаточно приятно то есть не как у многих продукт когда ты прям фигачишь там он все нафиг до свидания учитывая его ррц продукта вполне себе кайфовый так что я думаю на покой мы его себе поставим когда приходит новый продукт и всегда его надо обрабатывать там и и долгая история но реально первая чашка брови это они это уже вторая чашка меня реально заходит меня меня ранее интересно но классно я как-то хорошо под накурила хорошо бы 1 курила людям очень понравилось все было хорошо говорили что уже накурились спасибо после двух кальянов знаешь люди говорят давай чуть чуть попозже нам уже хорошо очень мягко курица что самое удивительное и вот сколько бы мы там в бардаке условном да не грели там на четырех углях нет такого что он у тебя перегревается начинает тебя придушивать здравствуйте как отчет И мангу-ананас – это перфектно. Я люблю это. Он сильный, и я чувствую вкусно. Я чувствую, что табако – это очень-очень красиво. Мы там потенциально готовим открытие хука-маркета, когда хватит сил, времени туда зайти. То есть там уже подготовительный период прошел, помещение присмотрели, все. То есть как бы готово на легком старте. А в Дубае мы уже открыли хука-маркет, уже там есть онлайн-сайт с доставкой, уже есть физический магазин. Ну и, конечно, хука-плейс. Недавно мы подписали договор, утвердили помещение и запускаем сейчас процесс. Я думаю, будем двигаться быстро, потому что стоимость аренды там настолько чудовищная, что нет времени вообще ростусоливать, так сказать. Надо делать все быстро. Я всегда говорю, что хука-плейс не только о хука-плейсах. Хука-плейс – это мастерство. Я пить в хука-плейсах, и я чувствую, что все. Это потому, что все хука-плейсы – контент, и дизайн – это разный. И я люблю хука-плейс. Итак, ребят, наша встреча подходит к концу. Все присутствующие смогли первыми попробовать наш новый табак от стиха хука-плейс Деус, поделиться впечатлениями и дать для нас важный фидбэк. От себя могу сказать, что подобные мероприятия очень сильно заряжают, появляются новые знакомства, ты делишься советами с единомышленниками и ставишь новые цели. Ну а мы погнали в хука-плейс Рокстар курить, и до новых встреч!